23 августа в итоговом выпуске новостей на первом канале российского телевидения лишь короткая заметка о смерти пригожина когда-то главного командира боевиков отправленных из зон кремлем убивать украинцев на донбасс его имя которое еще в прошлом году восхваляли чуть ли не в каждой программе новостей и гордились подвигами его штурмовых отрядов сухо в полуминутном тексте диктор называя среди тех кто мог быть на борту разбившегося бизнес-джета и все как будто и не было в новейшей истории россии главаря чвк вагнер трижды героя россии и лднр и одного из самых результативных командиров преступной войны путина в украине самолет марки эмбраер принадлежал компании специализирующиеся на бизнес-перевозках он направлялся из москвы в петербург на борту были семь пассажиров и трое членов экипажа уточняет росавиация сообщение которой также сказано в списках значится имя и фамилия евгений пригожин а гибели главаря человек а вагнер в обе катастрофе кроме росавиации сообщил близкий к пригожину телеграм-канал gray zone цареград тв со ссылкой на анонимный источник а также телеграм-канал в чека у гп утверждают что вместе с пригожиным погиб и сооснователь человек а вагнер дмитрий уткин который и дал соответствующее название группе боевиков из-за своего увлечения гитлером и третьим рейхом мы потеряли нашего командира двое двое командиров наши мы потеряли но мы не потеряли их все равно у нас есть дальше командиры которые мы должны и обязаны им подчиняться мы действуем дальше согласно нашим внутренним уставам человек а вагна только после того как путин через сутки прокомментировал смерть пригожина про авиакатастрофу стали снимать сюжеты на федеральных каналах главная задача традиционно запутать следы и приложить вину на украину и никто особо не вспоминал что жертвами разборок путина и пригожина стали ни в чем не виновные два пилота и бортпроводница на борту бизнес-джета пригожина я знал очень давно с начала 90 годов работал не только у нас в стране и с результатом работал но и за границей в африке в частности занимался там нефтью газом драгоценными металлами и камнями вот он вчера только насколько мне стало известно вернулся из африки встречался здесь с некоторыми официальными лицами западная пресса не сомневается что смерть пригожина это месть путина за так называемый марш справедливости на москву главаря человека вагнер в конце июня самолет пригожина упал буквально в полусотни километров от резиденции путина на валдае по данным moscow times там размещены сразу 4 дивизиона с-300 как и в случае с мх-17 перед катастрофой пилоты не сообщили ни о каких внештатных ситуациях это значит что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро и была вызвана независящими от пилота факторами очевидцы сами говорят что обломки продолжали падать уже после того как рухнул фюзеляж туда основная часть самолета это свидетельствует о том что разрушение произошло в воздухе на большой высоте на эшелоне либо взрыв на борту либо разрушение в результате внешнего воздействия попадания например ракет демонстративная расправа путина над своим оппонентом в небе над тверской областью больше напомнила разборку двух преступных сообществ в лихие 90-е чем поведение главы хоть сколько-нибудь правового государства уметь прощать да но не все а что невозможно предательство так кто же такой евгений пригожин и как он из одного из самых обласканных персонажей пропаганды превратился в личного врага путина этот генерал серых зон был чистым порождением путинизма и стал его жертвой из-за желания пригожина заработать политические баллы хвастаясь запрещенной окопной правдой мы пришли по-хамски прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов пока искали нацистов наколбасили всех кого можем подошли к киеву потом русским языком называют обосрались и отошли дальше херсону обосрались отошли после этого или там до этого уже времена путаются изюм красный лиман и как-то у нас все не складывается за полтора года войны в украине статус пригожина в российской вертикали несколько раз кардинально менялся после полномасштабного вторжения весной 2022 российские власти настаивали государство не имеет ни к пригожину не к созданной им группе вагнер никакого отношения но уже летом в государственных сми которые годами сторонились темы чвк стали появляться сообщения о том что наемники собранные петербургским бизнесменом участвуют в войне музыкантов есть даже свое собственное подразделение противовоздушной обороны вот это вот устройство на языке военных называется гармошка затем пригожин не скрывая своего лица начал объезжать российские колонии и вербовать заключенных для отправки в украину согласившихся миловал лично путин вариантов вернуться на зону нет никаких тех кто приезжает и в первый день куда-то я не туда попал мы делаем отметку дезертир и после этого следует расстрел пригожин дважды судимый уголовник с состоянием по оценкам сми приблизительно в четверть миллиарда долларов а также непонятно за какие заслуги герой россии показывал что он вне закона настолько что может вербовать заключенных прямо в колониях он нам нужен нам нужны только штурмовики 60 процентов моих парней штурмовики и вы будете одними из них большими деньгами пригожин пытался заманить на бойню в украину новые сотни тысяч людей и соревновался в этом с минобороны деньги есть медали есть адреналина выхлестнули столько что вам еще для правнуков хватит постарайтесь максимально помните о том что не надо в лагерь возвращаться чтобы попасть к нам на войну опять не обязательно садится понятно что не у всех это получится дальше события развивались еще стремительнее стала публичная история с демонстративной казнью в россии вернувшегося из украинского плена экс заключенного евгения нужина который до этого вступил в чвк вагнер орудием убийства стала кувалда которую наемники в итоге сделали своим символом я нужен евгений анатольевич 1967 года рождения отправился на фронт чтобы перейти на сторону украины воевать против русских 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону украины на пике вседозволенности про армию наемников и зэков пригожина снимали фильмы и пели песни пригожин активно эксплуатировал образ такого себе супермена с оружием адресуя из российских телевизоров вопрос всему мужскому населению страны а ты вообще мужик если не хочешь воевать тренер по фитнесу таксист и охранник в магазине это не работа для настоящего мужчины мужик должен убивать многолетний тренд он переплетается с растущим ощущением как мне представляется безысходности но то есть на какую на что ты можешь рассчитывать своей мирной жизни если ты вот охранник магазине или таксист или или занимаешься каким-то другим честным обычным трудом в своей родной стране прошлой осенью когда российские войска после контрнаступления украины потерпели чувствительное поражение ферсонской и харьковской областях пригожин был одним из самых резких критиков министерства обороны россии какое-то время для путина пригожин оставался удобным инструментом реализации собственных планов по сохранению кремлевской системы сдержек и противовесов сгубила бывшего ресторатора то что у него появились политические амбиции и одновременно с этим никуда не пропали накопившиеся обиды на российскую элиту и в частности верхушку в минобороны которая фактически замалчивала так называемые подвиги пригожина с помощью местных штурмов на донбассе генералы считают что народа много те которые принимают решение генералы не те кто на земле воюет и поэтому солдат губит вместо того чтобы расходовать снаряды 19 марта впервые я приехал на территорию украины спросил у командующих на местах почему мы не подаем количество убитых и раненых наших бойцов не было сказано то что наверху это никого не интересует есть задачи которые надо выполнить и сколько погибнет будем считать потом после войны 23 июня ровно за два месяца до своего уничтожения пригожин начал сжечь мосты с кремлем развенчивая миф про 8 лет обстрелов бандеровцами донбасса и про то что россия была вынуждена вторгнуться в украину из-за эскалации со стороны киевских властей на 24 февраля ничего сверх одинарного не было сейчас уже министерство обороны пытается обмануть общественность пытается обмануть президента и рассказать историю о том что со стороны украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком нато на насть напасть поэтому спецоперация так называемый 24 февраля она была начата совершенно по другим причинам пригожин наговорил много такого чего бы никогда не простили простому смертному его откровения стали настолько чувствительны для путина и шойгу что было сложно что-то отыграть назад война нужна была для того чтобы кучка тварей просто торжествовала и попиарилась показав какая насильная армия чтобы шойгу получил маршала этот указ уже был готов и получил вторую звезду героя потому что ему очень хотелось войти в истории как великий туинский военачальник который стал дважды героем и маршалом фактически мирное время ситуация окончательно вышла из под контроля в ночь на 23 июня тогда пригожин обвинил шойгу в том что тот отдал приказ нанести удары по полевым лагерям вагнера после этого объявил так называемый марш справедливости на москву во время которого его наемники захватили ростов-на-дону сбили 6 вертолетов и самолет воздушный командный пункт ил-22м министерства обороны а еще подожгли нефтебазу под воронежем мы думаем что это он-то сумак да нет но у него была безвыходная ситуация его шойгу с герасиевым реально как вот в шахматы загнали в цуцван понимаете то есть у него любой ход был то есть он не ходить не мог а любой ход ухудшал его позицию наемники пригожина не дошли до москвы каких-то 200 километров внезапным спасителем путина его подельников объявил себя лукашенко который вроде как согласился принять у себя в беларуси мятежного пригожина и его отряды не дай бог вот эта смута пошла по всей россии а предпосылки для этого были колоссальные следующими были мы когда разворачивалась смута в россии как то все под веником сидели после драки руками мы умеем махать ох как умеем и советовать мочить мочить и мочить слушайте но есть кого мочить особенно лукашенко подчеркивал что путин пообещал ему не трогать пригожина и его наемников мне было важно с путиным договориться чтобы он их не трогал он пообещал выполняет свои обещания первые дни после бунта выходного дня путин только тем и занимался что благодарил непонятно за какие заслуги всех силовиков с оружием которые продолжали представлять для него опасность затем впервые подтвердил что львиную часть денег пригожин получал через госконтракты между тем хочу отметить и хочу чтобы тоже мы все знали об этом содержание всей группы вавнер полностью обеспечилась государством из министерства обороны из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу вот только только с мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатила компании вагнер восемьдесят шесть миллиардов двести шестьдесят два миллиона рублей из них денежное содержание 70 миллиардов триста восемьдесят четыре стимулирующие выплаты 15 миллиардов восемьсот семьдесят семь страховые выплаты 110 миллиардов стоя семьдесят девять миллионов по мнению многих аналитиков после похода на москву число наемников у пригожина значительно сократилось а их зарплаты урезали то же самое происходило и с бизнесом бывшего повара путина в россии какое-то время местонахождение пригожина оставалось загадкой затем он все чаще стал всплывать в россии его даже вроде заметили на путинском саммите россия африка в питере за два дня до своей смерти глава чвк вагнер записал первое видео после мятежа против путина его окружения якобы в африке в нем он объявил о наборе новых наемников работаем температура плюс 50 все как мы любим чвк вагнер проводит рпд делает россию еще более великой на всех континентах берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач которые были поставлены и которые мы давали обещание что справимся 22 августа пригожин прилетел из африки в москву самолетом ил-62 а оттуда уже на следующий день на своем бизнес-джете эмбраер legacy 600 направился в санкт-петербург примерно на пол дороги в 6 20 вечера самолет потерпел крушение под тверью развалившись на части в воздухе руссавиация на удивление оперативно уже в 9 вечера по москве сообщила что человек с именем и фамилией евгений пригожин был в списке пассажиров самолета и отчиталась о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы сбили бабахнула в два раза взорвалось падает в катастрофе никто не выжил отдаленно похожими методами действовал покойный друг путина муаммар каддафи когда в 88 году отдал приказ взорвать самолет над британским локерби но ливийский диктатор не уничтожал самолеты над ливией очевидно что решение путина взорвать самолет над своей территории обломки которого легко могли упасть на поселке с мирными людьми говорит об террористическом характере российского государства которому наплевать на жизни собственных людей остановить покушение на собственный трон и власть верноподданных коррумпированных кремлю чиновников без последствий путин и его окружение не могло иначе это было бы приглашением для других желающих попробовать свои силы и ровно через два месяца после так называемого марша справедливости пригожина не стало и самого пригожина странно было бы если бы он прожил долго счастливо и умер своей постели спустя десятилетия таким образом пригожин повторил судьбу многих главарей лднр которые выйдя из тюрем и автомоек сначала превратились так называемых героев донбасса а затем были уничтожены кремлем ну донбасс разворовывали простые работяги были в заднице наверное один из немногих кто впрягался за людей это был захарченко куда делся захарченко его просто взяли и ликвидировали кто украинская дрд или кто-то из своих большие вопросы после авиакатастрофы самолета с пригожиным как бы ни в чем не бывало на голубом глазу бросился отбелять мафиозную репутацию кремлевского диктатора его подельник лукашенко мол путин не может стоять за покушением на главаря чв к вагнер так как для него это очень грубая работа обеспечил безопасность пригожина но знаете если уж прямо отвечать на этот вопрос я и не должен обеспечивать безопасность пригожина это во первых во вторых никогда об этом в таком ключе разговор не шел я далек от того чтобы думать что это сделал путин там кому-то он поручил власть это сделала ну как он говорит давайте дождемся окончательных результатов хотя для меня это абсолютно понятно мы поддерживаем контакт семьей жене пригожина они убеждены и вчера нам сказали что тут сомнений никаких нет что женя погиб до похода чв к вагнер на москву путин не решался репрессировать представителей партии войны которые как российский диктатор использовали так называемую патриотическую риторику с уничтожением самолета пригожина арестом стрелкова гиркина и отставкой суровикина это табу вероятно снято для устрашения всех перед одними из самых тяжелых президентских выборов для путина вы верите что за этим стоит путин в россии мало что происходит зачем бы не стоял путин вместе ведь блюда которые путин любит подавать холодным вот два и два месяца назад все плясали и так сказать рассказывали что путин ослаб что ему конец что пригожин поставил под вопрос нанес удар и так далее прошло два месяца путин вручает награды каким-то там очередным героем а в это время пригожин на которую было возможно столько надежд его самолет судя по всему уничтожен но официальных подтверждений гибели основателя чвк вагнера пока так и не появилась ведь сам пригожин путешествуя нередко использовал двойников и летал пассажиром с паспортами на другие имена так что возможно в этой истории еще не окончательно поставлена точка он так от он у у у у Продолжение следует...